Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про научную журналистику. И перейду я к ней вот в связи с чем. Известно, что модель научной деятельности со временем меняется. В 19 веке, чтобы попасть в журнал Nature, достаточно было на прогулке увидеть какое-то необычное небесное явление, написать об этом письмо, описать его, и, пожалуйста, вы в журнале Nature. В начале 20 века важнейшие научные факты впервые были написаны на бумаге в письмах физикам друг к другу. И они могли даже не доходить до журналов. А чтобы публиковаться физикам, достаточно было делать одну-две статьи в год, может быть, или в два года, чтобы держать научное сообщество в курсе. Сейчас эта модель поменялась, сейчас нами руководят наукометрические индексы. Это ни для кого не секрет. Но есть еще один факт, про который мы практически ничего не знаем, но этот фактор набирает обороты. Это взаимодействие с медиа, со СМИ, с какими-то порталами, которые пишут о науке. Почему это важно? Но этот пункт, он начал появляться среди метрик, которые оценивают эффективность по грантам. Даже у нас на сайте в КФУ у каждого преподавателя в личном кабинете есть упоминания в СМИ, публикации в СМИ. Этот параметр он тоже учитывает рейтинг НПР. Но как таково мы, я имею в виду преподаватели, ученые, слабо себе представляем о том, как это делать. И сегодня я попробую дать свой взгляд со стороны. Но кто-то из сидящих в этой аудитории учил меня, кого-то из сидящих в этой аудитории учил я, кто-то меня, может быть, не знает. Поэтому я просто вкратко поясню свой опыт, чтобы понять, где здесь синтез. Я окончил Казанский университет в 2008 году. Магистратуру по специальности физика защитился в 2011 году. Я более 10 лет преподаю на физфаке и, соответственно, все это время пишу научные статьи, коих там уже накопилось какое-то количество. Но с 2020 года я начал регулярно писать новости и какие-то материалы по физику, как научный журналист уже. То есть больше двух лет я этим занимаюсь, и за этот срок у меня уже вышел довольно внушительный объем публикаций. И, в принципе, сейчас у меня возникло видение на физику с обеих сторон, со стороны науки и со стороны научной журналистики. И я попытаюсь сегодня навести эти маски. Я пишу для издания N+.1. N+.1 – это крупнейшее российское интернет-издание о науке. Мы считаем себя лучшими. И нам есть чем это подкрепить. N+.1 регулярно выигрывает разнообразные конкурсы, в том числе организованные в Министерстве науки. Это самое цитируемое научно-популярное издание в России за 2021 год. И у нас на 2021 год тот же самый, почти 3 миллиона уникальных посетителей в месяц. Область наших интересов, по большей части, естественно, научная. Вот она приведена здесь, хотя и гуманитарные дисциплины мы тоже стараемся освещать. Но вот на этих конкретно направлениях у нас прям основной сделан акцент. И что нас отличает от большинства других СМИ – это несколько принципов, которые мы стараемся придерживать. Первый принцип – это точность. То есть мы стараемся поддерживать сохранение фактов. То есть написанные нами новости и материалы, они правильно поняты и правильно изложены. Именно так, как это идет в первоисточнике. Дело в том, что не секрет, что модель работы независимого СМИ – она рекламная. То есть приходят какие-то заказчики, размещают какие-то рекламные материалы или расставляют баннеры на страницах. И главной метрикой здесь является посещаемость. То есть когда вы видите в Google или еще где-то заголовок, предполагается, что чем интереснее заголовок, чем он завлекательнее, тем больше вероятность, что вы на него кликнете, добавив просмотров, посещаемости. И таким образом вы увеличите трафик на сайт, а увеличив трафик, вы увеличите рекламную выручку. Этот факт является таким искушением для многих СМИ, которые начинают перегибать палку и занимаются кликбейтом. То есть кликбейт – это когда вы искажаете факты, заголовок это, как правило, в пользу того, чтобы завлечь читателя. Ну вы наверняка сами сталкивались не первый день в интернете, видали, как это работает. И, конечно, мы здесь придерживаемся точности. Я просто продемонстрирую, как это работает по сравнению с другими СМИ. В прошлом году я написал один интересный случай, новость про один интересный случай, который произошел в Германии. Есть в Германии такой синхротрон, Дези он называется, он расположен в Гамбурге. У этого синхротрона есть рентгеновский источник ПЭТР-3, а у этого рентгеновского источника ПЭТР-3 есть сейсмограф. Он нужен для контроля колебаний почвы, это такая защита от землетрясений, если угодно. В этом же Гамбурге в двух километрах от синхротрона расположен концертный холл. Вернее, там это спортивная арена, на которой выступала группа Рамштайн. И все бы ничего, если бы этот синхротрон, вернее, этот сейсмограф не зафиксировал сигнал от концерта. Дело в том, что сейсмограф реагирует не на продольные волны, то есть не на звук, а на поперечные волны механические, которые распространяются в почве. А других концертов такого не было. А вот во время концерта Рамштайн сейсмограф зашкалил, о чем сотрудники синхротрона написали в официальном твиттере, иронично. Там очень много смешного в этой новости, потому что там люди принялись шутить, комментировать. Но это просто такой забавный кейс, который, в общем-то, для науки особого значения не несет, но это довольно забавная история. Я опубликовал эту новость, и вслед за мной ее начали перепечатывать разные СМИ. С разной степенью достоверности и кликбейтности я выбрал топ-3. И третье место достается РЕН-ТВ. Вот что они пишут, что группа Рамштайн устроила землетрясение, раскачала синхротрон. Ну да, там дело в том, что в новости такой момент, что это действительно аномальный фактор, потому что там еще, кстати, параллельный концерт «Аланис Морисет» шел, я не знаю, как Гамбург все это вмещает. Но суть в том, что, да, концерт, ну, это рок-концерт, он громкий, но это не первый рок-концерт, а важно, что именно пошли поперечные колебания почвы. Ну, действительно, это напоминало землетрясение. То ли это прыгающие фанаты, то ли это, ну, Рамштайн любит пиротехнику, то есть какие-то такие эффекты сказать сложно, но, в принципе, здесь ничего такого нет. Ну, поколебался почву и поколебался, мало ли. Вот. Ну, значит, прочие журналисты, они попытались из этого вытащить все соки. Второе место достается вот этому бордалу, 360 ТВРУ. А мощная аномалия на квантовом уровне. Нормально. Но самый сок, конечно, выдала комсомолка. Это прям топ-1. Прочитайте. Изменила реальность на квантовом уровне. Понятно, что журналист не разобрался, у него музыку и вопли почему-то зарегистрировали детектор элементарных частиц, а не сейсмограф. Ну, какая разница, что там у этих ученых. Вишенка на торте. Здесь заключение автора. Нет, не зря советские хранители морали говорили, что в рок-музыке таится разрушительная сила. В общем, приплели. Вот это все смешно. Если бы не было все так грустно, конечно, мы все это максимально не приемлем. Мы готовы, пускай заголовок может быть скучный, или содержание может быть скучное, но наша задача рассказать, что случилось. Поэтому мы, конечно, придерживаемся в своей работе точности. Из первого пункта вытекает второй пункт. Наши новости бывают сложными. Опять же, каждая СМИ, каждая медиа решает эту задачу для себя самостоятельно. То есть, это есть такая шкала, ну, мысленная, где на одном конце максимальная простота и понятность на уровне популяризации ДТД хозяек, а на другом конце, собственно, источник, сама научная статья. Мы, конечно, тяготеем в ту сторону, в сторону источников. Не все можно рассказать простыми словами, хотя мы, конечно, стараемся. И для этого у нас есть такая метрика, называется сложность статьи. Ее выставляет каждый редактор, который пишет новости или материал самостоятельно, как он оценивает сложность по десятибальной шкале. Поэтому наши новости всегда содержены этим метрикой. Они предупреждают читателя, ну, как бы, имейте в виду. Высокие журналистские стандарты. Мы стараемся их тоже придерживать. Мы проверяем, не ленимся, проверяем факты, ссылаемся на источники. И мы не переписываем пресс-релизы, мы не придумываем факты, мы не навязываем точку зрения там, где ее нет. Нет, однозначно, точку зрения. То есть мы стараемся придерживаться каких-то критериев объективности в своей работе. И с этим связана забота о репутации, потому что она у нас есть определенная, в том числе в научных кругах. И это же касается работы над ошибками. Ну, не секрет, что все люди человеки, журналисты тоже, они тоже ошибаются, мы тоже можем напутать. И если нам об этом сообщили, нам об этом могут сообщить как сами ученые, так и читатели, мы всегда пишем о том, что здесь произошла ошибка. Мы не стесняемся это делать. Ну и, наконец, экспертность. Поскольку мы работаем с естественными гуманитарными науками, это далеко не всегда под силу человеку без образования. Большинство наших редакторов имеют профильное образование по той области, по которой они пишут. Есть как и дипломированные специалисты, так и кандидаты наук. Многие из них сами продолжают заниматься публикацией научной деятельности. Поэтому в этом плане у нас есть экспертность. Более того, мы позволяем себе давать экспертные оценки, если в какой-то области что-то произошло. Ну вот типичный пример был, когда по всем каналам шла новость про квантовое запутание тихоходки. Я не знаю, слышал из вас кто-нибудь или нет. Была такая история. Здесь речь идет про перевод макроскопического объекта в состояние квантовой запутанности. Ну или как минимум в состояние квантовой суперпозиции хотя бы. Это такая история про катаж Шреддингера. Но если вкратце, пока крупные объекты мы не можем перевести в состояние квантовой суперпозиции, потому что взаимодействие с окружением их сильно разрушает. И, значит, авторы одного припринта, то есть это даже была не научная статья, они задумались о том, чтобы сделать это с живым организмом. Но для этого нужны сверхнизкие температуры. Единственный живой организм, который умеет выдерживать сверхнизкие температуры, это так называемые тихоходки такие. Большие микроорганизмы с ними что только не делали. Варили в кипятке, отправляли в космос. Поговорят, на Луне даже есть несколько тихоходок в состоянии криоснаток, высушенного состояния. И вот они поместили тихоходку в кубит, провели некоторые измерения, и они утверждали, что тихоходка в кубите, она была в обходках инициатора, перешла в состояние квантовой суперпозиции и запуталась с другим кубитом. Громкое заявление, но мы тогда выступили с осторожным комментарием, мы написали, почему то, что проделано в припринятии, ну пока не стоит с этим торопиться с выводами, потому что они там недомерили кое-какие параметры, и потом впоследствии вторая волна в СМИ пошла через несколько дней. Ну я там не имею в виду западные СМИ и наши, что да, преждевременностью мы успели среагировать, потому что мы обладаем нужной экспертизой. То есть вот это особенность нашего издания, N плюс 1, в котором я работаю. Теперь я хотел бы поговорить о том, что же делает научный журналист. Да в общем-то на самом деле все то же самое, что и другие журналисты. Спортивный журналист, он рассказывает вам достижения спорта, какие-то события, про матчи рассказывает. Вот журналист, который пишет про кинематограф, рассказывает о новости индустрии, киноновинки и так далее. Соответственно, объектом нашего исследования являются научные достижения и прогресс. И, соответственно, вот пишем мы вот примерно по научным публикациям, которые выходят, мы их пересказываем. По сути говоря, вот в этом основная часть нашей работы, хотя у нас есть, конечно, еще большие разборы, интервью, блоги и так далее. То есть эти форматы у нас тоже присутствуют. Мы не пишем про деньги, мы не пишем про какие-то административно-политические события, хотя нас интересуют некоторые организационные моменты, которые влияют на ход прогресса. Ну, например, вот, скажем, остановка большого адронного коллайдера из энергетического кризиса в Европе раньше срока. Это наша новость. Или, например, вот срок, который получил Хединкуй за генномодификацию человеческих эмбрионов. Это тоже наш. Или, например, если умер какой-нибудь физик, вот пока я делал этот доклад, скончался Карл Мюллер, один из пионеров высокотемпературной сверхопроводимости. Тоже у нас про это вышла новость. То есть такие вот такого сорта околонаучные новости, которые важны для прогресса, мы, конечно, о них тоже сообщаем. Чем эта деятельность отличается от популяризации? Действительно, популяризация науки имеет много общего. Популяризация подразумевает распространение научного знания доступным разжеванным языком максимально большому числу людей. Вроде это похоже, но разница есть в том, что наш круг читателей несколько уже, чем абсолютно все, потому что наш читатель, он примерно знает, на что идет. То есть он пришел читать новости про науку, у него есть какой-то интерес, а чаще всего у него есть даже определенная экспертиза в этом. И он как бы готов более-менее к тому, чего его ждет. Это вот, опять же, возвращаясь к аналогии к спортивной журналистике. Спортивный журналист не рассказывает вам правила игры, сообщая о результатах матча или описывая какой-то, если там, конечно, на этом не завязана новость, что там какое-то нарушение. В целом предполагается, что читатель знает эти правила и знает, что это за игра. Он не пришел со стороны. Здесь примерно такая же история. Наш читатель более-менее подготовлен. И вторая критичная важность – это свежесть новостей. Мы пишем все-таки новости. Если не брать какие-то большие разборы или какие-то большие материалы, но даже они, как правило, приурочены к какому-то инфоповоду. Например, материал, который я писал, скажем, про поиск стерильных нейтрино, он был привязан к тому, что там вышло два крупных эксперимента. И, соответственно, мы подняли вот эту всю историю, мы о ней рассказали. Если бы эти эксперименты не было, но эти эксперименты имели определенный импакт на нейтринную физику и так далее. То есть это все так или иначе привязано к каким-то событиям. Критерии свежестия не такие, как в науке. В целом годичной давности событий нас уже не интересует. Мы уже их пропустили. Если мы их не отписали, это сами виноваты. Но это факт. Примерно два месяца – это предельный срок, когда, как мы говорим, они протухают новости. Хотя если что-то более резонансное, например, какие-то публикации в Nature, какая-то эпохальная статья, это где-то неделя свежести. А если это мощная хайповая новость, это мы за сутки стараемся отписывать. Поэтому это отличает нас конкретно от задач популяризации, целью которой рассказывание о знаниях в целом, накопленных уже к этому моменту, не обязательно свежих. В целом задача популяризатора – привнести понимание в своего читателя и слушателя. У нас эта задача тоже есть, но в целом наша цель именно – поделиться свежими новостями. И в связи с этим важный момент, который я тоже сегодня хочу транслировать вам, что мы пишем и для тех, кто занимается наукой. Это важный момент, потому что, да, ученый должен постоянно следить за прогрессом науки. В свое время, когда я был студентом, Сергей Сергеевич нам говорил, что надо прочитывать одну статью в день. Но когда работаешь в университете, есть большая преподавательская нагрузка, есть еще куча бумажной работы, и там еще и еще – это не всегда получается. Ну, действительно. Не так много тех, кто прям реально успевает этим заниматься. И в этом смысле, конечно, качественная научная журналистика, она здесь приходит на помощь, потому что журналисты делают эту работу, они прочитывают статью, выжимают самый сок. Но многие из вас, наверное, выступали, вам давали статью, вам надо было пересказать ее на семинаре или на практическом занятии. Еще кто-то такой делал. Вот примерно это такая же работа. Ее надо прочитать, понять и пересказать понятными простыми словами. В общем-то, это тоже труд, и он может сильно помочь быть в курсе. Причем, если контролировать только свою отрасль еще более-менее можно, то, например, знать, чем занимаются физики в соседней области, это уже тяжеловато. Это иногда бывает важно для междисциплинарных исследований. И это же касается разговоров о том, что физики могут следить за новостями химии, химики следить за новостями биологии, медики за новостями химии и так далее. То есть научная журналетика в этом смысле прокладывает мостики для укрепления междисциплинарной связи, поэтому я призываю всех, кто так или иначе планирует связывать свою деятельность с наукой, почитывать, ну, даже если не нас, много главное найти свой источник, хотя у нас стандарты высокие. Итак, я пишу в N plus 1 про физику, и моей задачей является обзор фактически всех достижений физики, я обязан за ними следить. И для этого я практически ежедневно просматриваю главные журналы, но общей тематики по физике. В первую очередь это, конечно, журнал Nature Publishing Group, это Nature, Nature Physics, Nature Communications, Nature Photonics, Scientific Report, Nanotechnology и так далее. Это журналы AAS, это в первую очередь Science, Science Advance. Это журналы физического общества, это Physical Review, все физревы, Physical Freedom, ну, у них там целая серия журналов, тоже все не стал приводить. То есть я стараюсь их... Ну, конечно, я не могу прочитать каждую новость, но я, по крайней мере, вижу заголовки абстракты, я стараюсь посмотреть и оценить, ну, по крайней мере, с точки зрения своей экспертизы, что из этого важно, что из этого интересно, о чем стоит рассказать. Потому что между новостями есть конкуренция, и нам надо выбирать. Заглядываю я и в сервис припринтов, там, наверное, бывают очень горячие новости, очень горячие вещи. Это нормально, написать новость по припринту, но мы это отдельно обговариваем, что новость еще не рецензирована. Если она потом выходит в журнале, мы потом добавляем пометочку о том, что новость наконец-то опубликована, тоже важный штрих, потому что вот про ту же тихоходку эта новость не опубликована до сих пор. И будет ли опубликована, еще неизвестно. Ну и поднимаем в соцсетях, чтобы освежить, что это тоже все-таки новость. То есть, статья прошла рецензирование. Бывает, я пишу по докладам на конференциях, каких-то крупных, то есть, это тоже считается публикацией, особенно если доступны тезисы. Тезисы доступны не всегда. И пару раз я писал письма пресс-секретарям обществ или конференций, и они даже иногда присылали мне доклад, видео, можно было посмотреть, о чем был доклад. Пару раз я этим пользовался. Не забываю я своих коллег зарубежных. Это тоже очень важный момент, потому что у них больше ресурсов, у них больше контактов. Они иногда могут написать новость просто на основе личной коммуникации с ученым. И мы, соответственно, тоже можем это сослаться на них и рассказать, что вот что-то произошло. И так далее. Да, кстати, важный момент, о котором немногие знают. У всех крупных издательств есть свои СМИ. Вот, например, Физикс. Это новостной СМИ Американского физического общества. У Nature и у Science выходят в самом начале их каждых томов. У них есть короткие заметки, которые пишут сотрудники другой редакции. То есть, у них две редакции. Одна это научная, которая занимается публикацией научных статей. Другая это журналисты, свои собственные. Они существуют в рамках одного тома. И если об этом не знать, то кажется, что это все примерно одно и то же. Но это на самом деле разные редакции даже у них, разные, additional board. И тоже их можно почитывать. Ну, например, Nature, он обычно сопровождает сразу, если вы открываете научную статью, и ее осветил журналист, там есть ссылочка, сразу можно почитать. Пресс-релизы тоже часто служат ценным источником информации или поводом для того, чтобы об этом поговорить. Есть агрегаторы пресс-релизов, такие как Физорк или Юрик Аверт. Ну, это вот больше для научных журналистов история. То есть там у нас есть определенные доступы. Ну и разные соцсети. Твиттер, например, по Твиттерам я тоже писал новости. Вот, например, как новость про Рамштайн, и она родилась именно в Твиттере. То есть вот перечень источников, он очень большой, и, конечно, это определенное время занимает, но, по крайней мере, оно дарит некоторое видение о том, чем живет, ну вот, понятно, что журналы эти группы, это самые важные журналы по физике в целом. И чем живет физика в целом, что попадает в Nature, это все проходит через меня, я все это вижу. Вот, в связи с этим, конечно, область физики, в которой мне приходится разбираться, она довольно большая. То есть я ее даже зачитывать не буду. В каких-то я понимаю больше, в каких-то я могу поддержать разговор, но, по крайней мере, я стараюсь разобраться экспертно в каждой статье, и она занимает много времени, потому что совершенно разные вещи, но, тем не менее, все эти отрасли, так или иначе, я себя пропускаю, кроме общей теории относительности. Ее очень плохо преподавали, когда я был студентом, по-моему, у нас вообще ее не было, а я поступил в 2002 году. Я не знаю, как сейчас у вас есть, у вас о то или нет, у меня ее не было, и я до сих пор ее понимаю только поверхностно, поэтому я стараюсь не брать, у нас есть там коллеги, которые могут с ней справиться, вот, остальным я стараюсь не трогать. Очень много междисциплинарных исследований приходится рассматривать, потому что вот там те же самые квантовые вычисления или ультрахолодная физика, это прям стыки разных направлений, их нельзя отнести к какому-то конкретному, или там атомной интерферометрии, или интерферия материальных волн, и так далее. Это все требует, ну, как-то знаний с разных сторон, поэтому приходится разбираться. Ну, и иногда меня заносят там по редакторскому заданию или еще куда-то в близкие области, типа там астрономия, химоматематика, такие вещи тоже иногда аккуратненько приходится отписывать, таким, не настолько глубоко погружаясь, ну, в общем, если они не очень сложные. Вот, то есть вот, и следовательно, у меня есть возможность сравнивать, у меня есть возможность сравнивать, как пишут физики из разных областей. Ну, опять же, сразу отмечу, я не очень часто лезу в профильные журналы, там, совсем узкие журналы, потому что, ну, я туда могу залезть, если, например, пришел ценный пресс-релиз или какая-то вот там на Западе про это рассказали, какую-то интересную новость, да, я там залезаю и разбираюсь, делать нечего. Вот, ну, в целом, конечно, у меня просто не остается времени. И я свои выводы основываюсь именно на общих, на семействе Nature, там, на семействе Физраева и так далее. И разные области, физики из разных областей пишут свои статьи по-разному. И как вы думаете, кого сложнее всего читать? Какие новости сложнее всего понять? Из каких областей? Кого? Оптику. А еще какие варианты? Почему-то все отвечают на этот вопрос правильно. Оптика, оптика, ну, и конденсированное состояние, особенно вот физика твердого тела, где работают там, там, физика двумерных материалов, в хромодинамике? Знаете, понятно, что я не понимаю математику в хромодинамике, как они считают. Но вот там прям граница, она четкая, где я понимаю, где нет. То есть я понимаю, что сел теоретик, чего-то посчитал. Я не знаю этих уравнений, но я знаю входные, и я знаю выходные. Вот эти я вещи понимаю. И вот до этого момента мне достаточно, чтобы экспертам написать новость. А в оптике, там, или в физике твердого тела, там прям сразу начинается. То есть в чем беда? Ну, не секрет, что в каждой области, ну, не только физики касается, возникает своя система понятий, какие-то свои терминологии. Это нормально. Проблема начинается в том, что в некоторых областях этой терминологии сильно больше, чем в других. Во-вторых, эта терминология не так легко интуитивно считывается, как терминология там, где-то в другом месте. И в-третьих, авторы не торопятся раскрывать ее смысл в самой статье. То есть, и вот эти указанные мои области, они прям этим страдают. То есть, они пишут понятия, они могут дать ссылку. То есть, мне, как человеку, который разбирается в статье, надо пойти про ссылки еще, посмотреть, что это называется. И, сами понимаете, это время накапливается, трудозатраты накапливаются. И поэтому, как-то даже не всегда хочется иногда брать оптику. Это при том, что я как бы окончил кафедру оптики и профессиональный наросся среди оптиков. То есть, настолько, настолько эта ситуация прям иногда пугает меня. Но, опять же, это мой личный, личный взгляд на проблему, как человек там, с определенным бэкграундом. Хотя я общался со своими коллегами-журналистами, которые тоже по физике пишут, они тоже со мной делились, что да, мы как-то тоже, нам не очень уютно читать статьи. И эта проблема с языком, она иногда, знаете, выражается в ситуацию, когда у вас кластеризуются, как это, узусы. Узусы, это вот, у вас есть свой набор слов, которые вы используете. И когда вы работаете вот в своем комьюнити, а рядом, там, за соседней стенкой вашего института есть другое комьюнити, и вы даже зачастую можете об одних и тех же вещах, но говорить разными терминами. Мой любимый пример это русская интерпретация термина quantum integument. Ну, может быть, кванту и запутанность, я думаю, многие здесь знакомы с тем, что это такое, это важная вещь. В английском у этого один-два термина всего, ну, вот этот самый распространенный. Тут я фотографию из Википедии сделал, как это переводит на русский. И далеко не всегда я был свидетелем такой ситуации, когда физики говорили об одном и том же, не очень понимали, что это, а, косто, это одно и то же. Вот, то есть, такая ситуация бывает. Встречается противоположная ситуация, когда у вас одно и то же словосочетание означает разные вещи. Пример опять из оптики. Это optical let eyes. Наиболее популярная интерпретация это система оптических потенциалов для пленения холодных атомов. Там атомы, молекулы, там это целая отрасль. Ну, такая периодическая система. Здесь вот это зависит потенциал от координаты. У вас за счет там разных взаимодействий атомы или там микрочастицы, они могут висеть в этих штуках, и вы там можете симуляции какие-то проводить. Но есть другая интерпретация optical let eyes. Это пучки с модулированным периодически волновым фронтом. Такое я тоже сталкивался. Ну, здесь вот, например, всякие топологии сюда вводят. То есть, вот это вот здесь вихри. Ну, там это все очень интересно, но это тоже они говорят, что это тоже оптика латаясь. И это не то же самое, что это. Это пример амонимичности. То есть, два физика, два оптика. Ну, здесь, конечно, не совсем оптика, надо сказать. Это междисциплинарная штука, это холодные атомы. Здесь лазеры используются исключительно как инструмент. тем не менее, если два физика будут говорить про оптика латаясь, они не сразу поймут, что они немножко паразиты. Немножко это, знаете, области научных знаний растут, количество ученых увеличивается, количество отраслей увеличивается, и вот этот процесс только усиливается. То есть, это немножко похоже, знаете, на миф о Вавилонской башне, так вы помните? И в этом смысле, конечно, например, журналистика, качественная журналистика научная, она помогает эти барьеры преодолевать, потому что если все больше физиков будут интересоваться тем, чем занимаются их коллеги вот из хотя бы близлежащих областей, то это, ну как сказать, поспособствует взаимопониманию, коммуникации. но я под конец хотел бы вернуться к самому началу и поговорить о том, как повысить свои шансы на упоминания в СМИ. Есть ряд путей, и самый простой, и самый естественный, это писать пресс-релизы. Что такое пресс-релиз? Пресс-релиз — это краткое сообщение для журналистов, для СМИ. Ну, пресс-релиз ассоциируется с какой-то новостной повесткой из телевизора или там из каких-то сайтов. В целом, научные организации тоже их пишут. Например, КФУ их тоже делает. На английском языке, вот конкретно, когда мы там статью свою опубликовали, нам помогал департамент книжных связей. Они за нас сделали пресс-релиз. Но в целом, никто не мешает научным группам делать это самостоятельно. Зачем это нужно? Это нужно всем. Журналистам это помогает лучше понять суть исследования. Да, это наша работа открыть статью, прочитать, разобраться, пересказать. Но если есть пресс-релиз, зачастую это сделать проще и быстрее. И это, конечно, нам помогает. Во-вторых, это корректность. Особенно корректность, когда вы пишете пресс-релиз, вы можете употреблять метафоры или упрощения, которые на ваш взгляд, на ваш взгляд ученых, будут корректны. Это нужно, чтобы ученые себе не выдумывали, ну, вы видели, изменили реальность на квантном уровне, чтобы такого не было. Ну, конечно, порядочные научные СМИ себе такого не позволяют, но кто-то позволяет. Вот. И чтобы снизить шансы на такую ерунду, вы можете сами употреблять такие метафоры, и это пойдет на пользу тексту. Если журналист решит это использовать, ну, по крайней мере, он поймет это лучше. В пресс-релизы стоит включать разные изображения или какой-то медиа-контент, например, ссылки на YouTube, если они у вас есть, разрешенные для публикации. Дело в том, что проблема с авторскими правами стоит для нас очень плотно. Это для доклада на конференции, вы можете взять откуда угодно картинку и рассказать. А когда вы публикуетесь в СМИ, особенно если у вас есть там электронная лицензия, вы должны быть уверены, что изображение разрешено. И пресс-релиз позволяет дать такое разрешение. Если вы поместили в пресс-релиз и передали журналистам, предполагается, что это разрешено для печати. Поэтому, соответственно, такие изображения лучше готовить. Ну и, наконец, журналистам очень часто нужны, но практически всегда, персоналии. Желательно, руководители исследований или какие-то прочтительные фамилии. И это не всегда понятно. Например, в журналах семейственной Nature и Science, ну, во многих журналах в конце есть мелким текстом написано After Contributions. И там очень большинство групп указывают, кто supervised проект, кто lead проект, кто вел. Тогда мы пишем под группу, под руководством вот такого-то, такого-то. Ну, как правило, это какой-то известный физик, какое-то светило, что вот группа такого-то, группа сякого-то и так далее. Это нужно для персонализации науки, это нужно для выстраивания некоторой связи с предыдущими исследованиями, потому что тогда там по этим фамилиям можно понять, что вот группа такого-то сделала то, 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 то. И уже складывается цельная картина. Это нужно и нам, это нужно и читателям. Зачем ученым надо делать пресс-фильис? Ну, во-первых, это рекламная научная статья, ну, в кавычках. То есть, ну, представьте ситуацию, при которой журналист выбирает новость, про которую нужно написать. И пресс-релиз может сильно повысить шансы, потому что если там будет нормально раскрытая значимость, если она там будет хорошо расписана, понятно. Ну, тем более между выбором непонятной статьи без пресс-релиза и непонятной статьей с пресс-релизом, конечно, всегда хочется связать с пресс-релизом, потому что там вот эти вот пункты есть уже, ну, как бы, если он хороший пресс-релиз, там проще сделать. То есть, это повышает шансы. Оно, это, кстати, и последний пункт касается. А второе, это корректность пересказа. Вы в пресс-релизе можете защитить себя от того, что вашу работу неправильно поймут. Перескать какими-то корректными словами, сделать это правильно, и тогда изложение сути вашей новости, оно улучшится от этого. В пресс-релизе вы можете добавить детали, которые вы не добавили в статью, потому что они там не подходят по формату. Ну, то есть, какие-то, может быть, детали работы, какие-то интересные факты, не научного толка, но интересные, для которых хотелось бы поделиться, какой-то элемент кухни вашей работы вы можете туда всунуть, ну, без фанатизма, конечно. Вот. это в любом случае все повышает ваши шансы на то, что вас упомянут в СМИ. Как сделать хороший пресс-релиз? Ну, во-первых, это самое важное на основе того, что я говорил, его надо делать заранее, и в этом беда, это прям боль, потому что бывает, что пресс-релиз присылают по статье годичной давности, то есть, я бы понял, если бы это был припринт, это прям годичная давность, то есть, такое формальное отношение, что мы должны выпускать припринты, пресс-релизы, и что с ними дальше будет, это уже не наша забота. Это не очень хорошая практика, если вы хотите повысить свои шансы, их надо делать заранее. Желательно, пресс-релиз должен быть готов в момент, когда вы выкладываете припринт, если вы этим занимаетесь. Но если вы этим не занимаетесь, вы можете подготовить его к выходу публикации. Дело в том, что критерий свежести, он очень важен, и у научных журналистов всего мира есть инструмент доступа у многих журналов к статьям до того, как они вышли. Это называется эмбарго. У нас есть для этого специальные сервисы, то есть, статья, когда принята к печати, но она еще не вышла, журналист имеет возможность с ней ознакомиться под эмбарго, подписывая все нужные галочки, для того, чтобы новость об этом исследовании вышла минуту в минуту с самим исследованием, если это какое-то резонансное. Потому что СМИ кормится свежестью, потому что свежесть определяет, скажем, ранг выдачи поисковиками. Поэтому это очень важно для всех. И слишком поздно запоздалый пресс-релиз, он уже будет никому не нужен. Иллюстрации. Желательно их делать такие, которые цепляют глаз. При этом мячик получается на вашей стороне, вы сами контролируете корректность этой иллюстрации, вы сами контролируете ее загруженность деталями и так далее. Их желательно делать такими, если там есть возможность, это лучше выполнить в 3D или, может быть, какую-то красочную, чтобы это прям хорошо смотрелось. потому что эта фотография потом будет висеть как такая заходная картинка на сайте. Эта фотография или видео, если оно есть, оно будет висеть в соцсетях и оно будет привлекать ваших читателей. Точнее, читателей новости по вашему исследованию. Поэтому, конечно, иллюстрации тоже играют очень важную роль и очень часто они берутся из пресс-релизов. Потому что в статье обычно одни какие-то скучные графики и, как сказать, душе художника не разойтись. А здесь можно делать. У меня был опыт, когда я писал статью про экзотические атомы, про мионные, и там были только графики, не было пресс-релиза, мне пришлось быстренько лезть в Paint 3D и быстро нарисовать самому мионный атом шариками трехмерными, с бликами, чтобы смотрелось красиво, просто потому что графики совсем уже. То есть это надо, у нас есть арт-директор, он иногда пытается помочь, там из графиков как-то красиво их обработать, подрисовать, но это гиблое дело, лучше, конечно, нас так не мучить и снабжать. Или какие-то, это может быть какие-то фотографии вашей установки эффектно выглящие, там какой-нибудь микроскоп там электронный, чтобы он прям так блестел на солнце в лаборатории. Ну, очень хорошо, вот у Церна очень хорошие фотографии, у них там прям штатный фотограф, они фотографируют элементы коллайдера, элементы детектора, они так красиво смотрятся, но вот если вы видели когда-нибудь там условно какой-нибудь, ну, какой там CMS-детектор, это такой вот восьмиугольник, очень эффектный, там какие-то проводки, то есть вот, ну, у Церна с ним просто, потому что у Церна у него в конвенции лежит open access ко всем данным, ко всем статьям, ко всем рисункам, их все можно брать, а недавно они вообще прям начали выкладывать огромные массивы, это тоже очень позитивный тренд, вот, но в целом, конечно, не все научные группы дельца, и поэтому это отдельная боль у журналистов. Опять же, из предыдущих пунктов следует укажите фамилии, которые вы хотели бы, чтобы засветились в СМИ, но все фамилии там разместить не получится, это либо руководителя группы, либо это, ну, какая-то титульная фамилия, которая идет первым автором, то есть человек, локомотив исследования, не всегда руководитель, да, вы знаете, что иногда там аспирант, он, это его работа вся, и было бы честно, если бы эта фамилия аспирант там висела, ну, да, то есть это имеет смысл об этом написать в пресс-релизе, что вот, работу проделал, там, такой-то, такой-то. Используйте понятный живой язык. Да, это наша работа, писать новости живым языком. То есть бывает язык научной статьи, бывает язык гранта, а бывает язык вот новостной заметки. Ну, это обычно, там, кто науке занимается, нечасто этим языком общаются. То есть это вот то, о чем я говорил, если вы используете термин, ну, хотя бы в общих чертах постарайтесь его раскрыть корректно, как вам кажется, что это надо делать. И зачастую просто бывает, что один термин завязан на других, другие на третий и так далее. То есть, как-то, может быть, надо стараться, здесь может использовать метафор и так далее. В целом, пресс-релиз от этого выиграет. Ну, и, наконец, хорошо еще сделать пресс-релиз на английском, чтобы вас написали не только российские СМИ, тоже его надо сделать одновременно с русским, отправить там каким-то агрегатором. Пресс-релизы можно слать вот на агрегатор типа физорга, который их собирает, а их также можно отправлять в редакции непосредственно журналов. То есть, прямо на почту всем можно присылать пресс-релизы, к ним регулярно в любом СМИ на почту капают пресс-релизы. Это совершенно нормальная, здоровая практика, все это так можно делать, это не спам. Вот, это, и хороший пресс-релиз сильно повышает шансы, это я вам говорю, как изнутри, сильно повышает шансы, что новость будет рассказана и рассказана корректно. И, соответственно, там вы получите соответствующее упоминание. Ну, а также, если не говорить про пресс-релизы, вы можете стать, выступить в качестве эксперта для какого-то, например, большого материала или даже в качестве автора. Ну, например, вот у нас в Nplus1 есть формат блога. И в блоге иногда нам пишут сами ученые о своих исследованиях. Это не сухой пересказ, там обычно есть какая-то история, или в целом что-то интересное. Но это вполне можно, потому что мы постоянно находимся в процессе поиска авторов для текстов. Ну, или в конце концов, по крайней мере, нам сейчас нужно взять комментарий к эксперту из какой-то области, и, соответственно, в эту струю можно попасть, и тогда упоминание в вашем материале появится, что вот такой-то, такой-то, из университета, сказал вот то-то, то-то. То есть, это вполне тоже нормальная практика, которой пользуемся, поэтому эксперт тоже нужны. Ну, понятно, что там, скажем, если выступаете в роли автора, это все не бесплатно, то есть, это все еще и оплачивается. Поэтому, это тоже, у меня тоже такой важный способ. Ну, собственно, все, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Еще раз напомню, наш адрес и почту, на которую, например, можно слать, как это, как-то коммуницировать с редакцией, туда можно слать вопросы, пресс-релизы, какие-то предложения. Правда, если коммерческие, они обычно уходят там, коммерческая редакция, но тоже отсюда это можно сделать. Ну, и в целом, если вам интересны чисто новости про физику, которые пишу я, я их просто выкладываю у себя на канале, поэтому, если есть желание, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот, вы сейчас в журнале, который вы прослеживаете, и в режиме, в режиме. Да, да, да. Новости из России, из научных центров России, групп России. Когда в последний раз вы использовали какие-то самые интересные и были какие-то новости данные по-настоящему. Значит, по порядку. В целом, конечно, у нас нет особой, ну, как бы мы рассматриваем научный прогресс в глобальном смысле, но мы все же стараемся, если наша российская группа совершила какой-то интересный прорыв, мы стараемся обязательно про него написать. В целом, это приятно, просто это просто самим приятно, писать новости про достижения наших соотечественников. Российские новости регулярно попадают то или иное в разных областях наук, например, археологии, очень много у нас особенно новостей, потому что у нас тоже такая богатая археологическая традиция. Физика, да, попадается, особенно если пришел пресс-релиз, например, Миссис, Российский Квантовый Центр, ЭТМО, они вот хорошо умеют работать с пресс-релизами, они их шлют, вот у них, кстати, надо учиться. Казанский университет попался мне один раз, когда я писал блог про свою собственную статью. Вот тогда, да, я сослался на Казанский университет. Еще раз, один раз я сослался на Казанский университет, когда я писал тоже блог, он был посвящен одному этому эксперименту. Я тогда, честно, писал, что этот эксперимент я сделал на оборудовании кафедры оптики Казанского университета. То есть, вот в таком ключе через меня Казанский университет попадает, он плюс один, но пока похвастаться, к сожалению, нечем. А каким образом, вы выбираете материал, который будете публиковать, вам присылают какой-то конкретный, или вы там следите на сайте Web of Science, обновляете страницы, по ключевым словам ищите. Это первый вопрос, у меня их три. На самом деле, было много, но вот я решил как вас ретензируют, то есть, как проверяют ту публикацию, которую вы решили опубликовать, то есть, есть ли какой-то человек, который следит за качеством вашего материала. И третий, может быть, не совсем приятный вопрос, есть в интернете такие люди, как хейтеры, то есть, сталкивались вы с таким явлением, как вы вообще к критике относитесь своим статьям. Было бы очень интересно. Отличные вопросы. Так, начнем по порядку. Ну, я тут немножко повторюсь. У нас, во-первых, есть... Мы координируем свою работу в системе, в специальных системах, где мы выкладываем все интересные инфоповоды, ну, конкретно в Trello мы работаем, и там все интересные поводы мы высвечиваем. Если повод прям must-have, главный редактор прям говорит пиши. Если это срочно что-то, пиши, все. То есть, это директивно дается. В целом, если прям ничего такого нет, то есть, у нас есть подборка пресс-релизов, если там нет ничего интересного, или там каких-то нет поручений персональных, я вот начинаю вот этот вот обход. Сам просматриваю все. Да, да, у нас есть доступ ко всем. Ну, вот APS нет. Статьям NPG-AS у нас журналистский доступ. Ну, я еще здесь много издательств не указал, ну, там конкретно, я же только про физику пишу, есть Excel, по-моему, доступ, к NASA у нас есть доступ. То есть, по своим журналистским каналам у нас есть доступ, и, кстати говоря, если вдруг надо найти вам какую-то статью, могу скинуть. То есть, вручную, я это просматриваю все вручную. Да, просматриваю, отбираю. Я выписываю себе интересные статьи, какие мне показалось, что я интересно пишу, или они очень важные, формирую из них какой-то пул. Не все из этого я успею написать, но, по крайней мере, я что-то об этом уже даже знаю, просто, по крайней мере, просматриваю. у каждого редактора есть выпускающий. У нас есть главный редактор, который все время на посту, по-моему, не спит даже, мне кажется, он там выходные, что-то все время что-то напишет, он просто трудоголик. И конкретно мою новость выпускает выпускающий редактор. То есть, это стандартная модель работы печатных СМИ, есть два редактора, один пишет, один выпускает. Если это большой материал, у нас есть выпускающий редактор по материалам. То есть, немножко, это разные процессы, но в целом, да, есть контроль. Но в целом, нас контролируют читатели, нам присылают правки, нам присылают на почту иногда, вот тут вот в комментариях, в соцсетях. Мы все это внимательно анализируем, если мы ошиблись, мы делаем поправку, если мы не ошиблись, мы стараемся ответить, насколько у нас хватает сил. Ну, вот это, если это можно назвать рецензированием, то это вот выглядит именно так. Хейтеров много, хейтеров всегда много. У нас есть, хейтеры нас достают, у нас есть любимые хейтеры, у нас есть на сайте система контроля опечаток, вы можете через Ctrl-Enter выписать, и они нам там пишут всякое разное, мы потом из этого делаем стикеры для Телеграма и используем в общении, потому что без юмора здесь невозможно. В целом, конечно, у любого крупного проекта или у любого крупной личности есть хейтеры, то есть это нормально, мы с этим смирились, ну, как бы публичности это подразумевает, что надо быть к этому готовым. Я хотел бы узнать, а фиксируется ли издательством N51 географию читателей? Да, да, абсолютно верно. У нас около, я просто это не привел здесь, в целом на сайте есть, это называется Media Kit, то есть это такой набор, такая выдержка для, это в первую очередь для рекламодателей, но там есть география, в целом нас читают где-то, по-моему, я боюсь соврать, где-то около 20% Москва, около 12% Питер и вся Россия, остальная, там, оставшуюся часть нас читают по России. Ну, ближние зарубежья нас тоже читают, потому что мы на русском пишем, вот, хотя, а нас читают в среднем люди с образованием, там есть метрики, которые позволяют определять там цифровой профиль читателя, где-то две трети мужчины, треть женщины, ну, как-то с образованием доход выше среднего обычного, но все как-то так. Да, спасибо. Я в качестве рекомендации хотел бы обратить внимание на такую полезную штуку, как пресс-релизы. Дело в том, что когда отправляется научная статья в журнал, корреспондирующий автор это хорошо знает, там есть такая штука, как cover letter. Да, есть такая штука, да. Вот, и чем выше импакт-фактор журнала, его репутация выше, тем, соответственно, вот этот cover letter нужно писать как раз в форме пресс-релиза. Да. То есть, задача заключается в том, чтобы у нас есть, нужно понимать, особенно для молодежи, при, когда мы отправляем научную статью, у нас есть редакторский фильтр, и потом уже статью отправляют на рецензирование официально, да, ну, то есть, главный редактор или там associated или edited, то есть, он должен принять решение, вообще интересна ли эта статья. Да, да, все верно. И фактически, фактически, корреспондирующий автор пишет пресс-релиз на английском языке, и он пишет его так, чтобы заинтересовать главного редактора. И в этом смысле здесь, в принципе, мы уже эту работу сделали. Но вы же в cover letter не пишете, скажем, о том, вы туда не вставляете картинки. Иногда вставляют, редко, но в принципе можно, но редко. Но там это картинки информационного плана, то есть, они какую-то важную вещь должны сообщить, а нет такого медийного плана. То есть, они не должны привлечь читателя. Вы туда не вставляете какие-то факты о том, что у вас с группой случилось, если, например, у вас там какой-то кухонный факт, вы этого не вставляете. Персональные вы вряд ли расписываете. Поэтому, да, это частично так и делается, хотя все-таки пресс-релиз, он делается все-таки более читатель-другой у него. Тут все-таки должен эдитор читать, а там должны читать журналисты. Но в целом, да, это пересекает. Я просто к тому, чтобы молодежь на это внимание обращала. да, да. да, да. Да, и, конечно, вот эта работа, вот чтение от этих журналов в разных издательствах, Nature Group, там, вот, физического американского общества, конечно, формат статьи, он разный. Абсолютно, да. И сегодня язык, научный язык, даже у ученых, он крайне сильно меняется. Что это такое? То есть, сейчас вот даже лингвисты, вот у меня есть знакомые, которые пытаются анализировать стиль написания научных публикаций, особенно вот в Nature Group, когда люди пишут уже художественным языком. Да, да. То есть, если мы берем американское физическое общество, там язык достаточно сухой, конкретный, в PSF voice там пишут, ну и так далее. А вот как раз вот, что такое художественное институт? Люди, допустим, могут использовать пословицы, то есть, уже такие какие-то нестандартные вещи. Может быть, когда вы говорите о том, что вот фотонику трудно читать, может быть, авторы злоупотребляют вот этим художественным стилем. То есть, можно же сказать так через какие-то метафоры, несказательные. И это пугает вас? Нет, я бы наоборот предпочел, чтобы они злоупотребляли, честно говоря. Да, да, кстати, такое встречает, такое приятно читать очень, вот именно по журналистке, потому что сразу оживает, потому что нам же да, мы пересказываем научные факты, но будет здорово, если мы туда вплетем историю. У нас есть такой формат фич, когда у нас не просто научное исследование прошло с таким результатом, а там какая-то интересная история, детективная, может быть интригующая, может там личная история какая-то. Под это у нас есть специальный формат, его интересно читать. У меня был в опыте один фич, это была интересная работа. В этом смысле, да. Марат, вот вы такое привели, ну не пословица, а образное сравнение Вавилонская башня, А вам часто приходится встречать вот эти пословицы или попытки объяснить исследования, например, цитатами из Евангелия, Ветхого Завета и библейскими текстами? Нет, То есть, к Вавилонской башне уже подошли, а... типа того, да. Все понятно. В целом, ну да, да, в целом, как... Сейчас же у нас тренд во всем мире на, как сказать, такую культурную нейтральность, поэтому я думаю, что люди стараются так вот сказать, ну как-то избегать принадлежность как бы это пояснить, конкретной культуре, то есть, какие-то использовать поговорки, метафоры, которые бы там были привязаны к специфическому культуре, то есть, чтобы это было выглядело политкорректно, понимаете, знаете, почему я... Поэтому нет, меня такого не встречал, конечно. Март Коксасович, такой вот вопрос. Очень интересная, полезная деятельность, и... то есть, вы становитесь таким философом, у вас много знаний и много читаете, это действительно такое вот интересное состояние. Вот есть закон, один из законов Мерфи, что научный прогресс обратно профессиональное количество выпускаемых журналов и вообще выпускаемые научные продукции. Вы с этим согласны? Это сложный вопрос, он сложный еще в контексте недавней новости про то, что сотрудники Science, по-моему, а я сейчас боюсь соврать, кто конкретно это сделал, они ввели новую метрику, которая должна характеризовать прорывность результатов. И там прям такой спад очень резкий, он коррелирует с количеством статей, если вы возьмете там скопус тот же самый и общий фильтр сделаете, отсортируете их по году, вы тоже увидите такой вот экспоненциальный рост, который, правда, немножечко выходит, у него замедлился скорость роста у него замедлилась. Коррелируют ли эти вещи? Ну да, наверное, коррелируют. Казуальны ли они, то есть причины связаны ли они, но это надо разбираться. Да, ну, интуитивно кажется, что да. Да, что, опять же, я в самом начале начал свой рассказ с модели научной деятельности, она эволюционирует сейчас, и этот процесс лучше всего будет видно в ретроспективе. Хотя, конечно, сейчас мы тоже можем какие-то вещи говорить. Проблема же в том, что, если, например, взять проблему науковой метрии, что, как бы, эта штука работает, а другого пока мы не придумали, и не очень понятно, чем ее замещать. Ну, это тема для отдельного разговора, конечно. Поэтому... Хорошо, а вот еще такой момент любопытный. В силу того, что статей становится крайне много, у нас количество ученых и людей, которые занимаются наукой, растет экспоненциально. Собственно говоря, вся эта библиометрика, и поэтому это выявляется в нашей жизни. Вот. И, соответственно, есть как хорошие статьи, или там, ну, скажем, такие числоплотные, добросовестные ученые, исследователи и так далее. Но на этом фоне могут появляться и недобросовестные ученые, которые могут даже в искорейтинговых журналах публиковать, ну, всякую ерунду. Да, все так. И вводить в заблуждение, ну, заниматься подлогом и так далее, и тому подобное. Вот были ли случаи, или как вот, то есть выходит в нынче статья, это она ложная, неправильная. Да, да, да. Вы ее подхватываете, начинаете пиарить на весь мир, и потом кто-то провел расследование, сказали, что здесь что-то не то, и как с вашей репутацией тут быть? Но вообще у нас есть рубрика называется «Научное закрытие». Она как раз посвящена вот этой теме. Конкретно, я сейчас сходу не припомню, попадали ли мы в такую ситуацию или нет. У нас вообще есть этот, звоночки. То есть, если нам кажется в редакции, ну, вот помните, я пункт говорил про экспертность, если нам кажется, что-то здесь не так, мы или можем выпустить с пометкой, что нам кажется, что здесь что-то не так, но правда аргументированно, либо вообще от нее отказаться. Я не помню, чтобы конкретно вот в физике, но за время моей работы такого не было, чтобы мы... Ну, вот был этот случай с тихоходкой, который мы его заранее уже проговорили, и то это был припринт. Но мы описывали ситуации, когда отзывали статьи, про которые рассказывали другие СМИ, ну, вот, например, вот из того, что у меня в памяти, это история про... Это археология и физика атмосферы. Вот такая-то междисциплинарная в Scientific Reports. Scientific Reports у нас вообще любитель таких специфичных статей. И там рассказывалось о том, что, значит, по какому-то вот анализу определили, что вот в каком-то веке упал метеорит, и вот это вот, это был первоисточник для мифа о Содоме и Гаморе. Вот прямо сильно раструбилось, многие там, рашистические мини тоже отпечатали. Вот. Мы, по-моему, не писали про это, но мы написали об этом, когда эту новость отозвали. Мы писали у нас, наш... Кто у нас у нас по археологии специалист, он прям разбор, почему отозвали, что здесь не так, мы это все разобрали. Но в целом, ошибки возможны, мы к ним готовы, мы их не боимся. Ну, нам кажется, что если мы даже ошиблись, но мы честно признали, что мы ошиблись, и расписали, почему мы ошиблись, то есть это лучше, чем ничего. То есть это наоборот нам должно идти на пользу. Вот поэтому никто не застрахован, но в целом фильтров много. Фильтров много на всем этапе у нас. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ